МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общий с Рено. На ней же строятся автомобили Ниссан Микро и Рено Клио. Судя по некоторым слухам, в перспективе эту машину могут начать собирать и в России, возможно, даже на Автовазе. Это самый маленький кроссовер среди автомобилей Ниссан. Так или иначе, европейский ЖУК будет обладать более насыщенной комплектацией, чем японский. Если для Европы имеются сразу три мотора, старый бензиновый 16-клапанный на 116 лошадиных сил, новый бензиновый с турбонаддувом на 190 лошадиных сил и даже дизель на 110 лошадей, то в Японии будет всего один агрегат. Правда, такой, которого нет на европейских моделях. Полуторалитровый 114 лошадиных сил. По крайней мере, пока. Трансмиссий две на выбор. Механическая либо вариатор. Цена автомобиля в России будет начинаться где-то от 620 тысяч рублей. Цена приблизительная и сугубо неофициальная. Привод либо передний, либо полный. Технически, Ниссан использует опыт, полученный при создании других кроссоверов, которых у него в линейке несколько. На полноприводных машинах используется задняя многорычажная подвеска, аналогичная той, которая стоит на Ниссан Кашкай, например. В системе полного привода действует электроника, которая распределяет крутящий момент от передней оси на заднюю до 50%. При этом есть одна новация – возможность распределения момента между задними колесами. Такое распределение помогает машине увереннее входить в повороты, когда крутящий момент двигателя передается на внешнее заднее колесо. Ниссан подчеркивает, что такая технология раньше применялась только на машинах премиум-класса. На переднеприводных совершенно другая подвеска, более дешевая торсионная балка. Спереди Макферсон на обеих версиях. Таким образом, переднеприводные варианты могут стоить существенно дешевле, хотя это тоже только предположение. Машина имеет яркий дизайн, судя по всему, презентация пройдет с большой помпой. Что интересно, по размеру и классу новый Ниссан – прямой конкурент Рено Дастер, но похоже, что эта машина будет более технически передовой.